Всем привет, дорогие друзья! Это Сова и у нас сегодня необычный выпуск. Необычный выпуск с творчеством подписчиков. Мне прислали вконтакте вот такой вот прекрасный сейф. Я не знаю, имеет ли смысл озвучивать тот, кто прислал. Короче говоря, если он захочет, он сам объявится в комментариях и скажет, это я, мой сейф. Короче, задавайте мне вопросы. Или выражайте свое восхищение. Выразить свое восхищение можете, в принципе, и просто так. В общем, прислали мне сейф, сказали, зацени. Ну, давайте попробуем. Я вот только что загрузился, еще никуда не ходил. Сейчас будем пытаться... Это просто интересно. Разбираться в чужом творчестве, это всегда интересно. Так, что у нас здесь есть? Игрушечки. А здесь орешки. Так, возьму-ка я с собой орешек, пожалуй. На случай, если меня где-нибудь бомбанет конкретно. Нам предлагается, судя по всему, забежать сразу в трубку. Ух ты! А где мы находимся вообще? О, прикольно. Ну, давай, неси меня, труба, в свою страну трубенью. Я все-таки сделал бы потолок повыше на одну единичку. Я у себя тоже так сделал изначально на ядерке, и потом летишь, и постоянно в него бьешься. Так, нам предлагается сходить вниз, и сходить вниз вот здесь. Давайте сходим сначала вот сюда. Так, а что мы, кстати, говорят там про... Ух, елки-палки. Там какой-то зеркальный цех, сейчас мы до него тоже доберемся. Блин, как классно, когда у тебя столько фпс. Вообще. Я просто тащусь. Я думаю, что здесь полноценный 60 прям. Так. Нет, слушай, отсюда я туда не допрыгну, придется назад, возвращаться. Блин, на радость-то нет. Безреактивные ранцы тяжеловато. Так, нам надо добраться до какой-нибудь железной дороги. Так, а вот этот куда у нас спуск? Ну-ка. Так, этот спуск, походу, просто тупо вниз. Ладно, нам оттуда, короче, можно спуститься вниз. Сейчас посмотрим, как. А, ну еще, кстати, вот так можно сделать, да? Так, как что спуститься-то? Не должен быть какой-то спрятан. Мы пойдем его отыщем. Наверное, где-то вот здесь. А, ух, елки-лки. Мотать тут. Мотать тут поляна. Вот это поляна, так поляна. От души прям полянка. Елочки. Так, это у нас какой-то цех тоже интересный. Ну-ка пойдем посмотрим. Что тут у нас такое возвышается с веночками? Елочка. Какая прелесть. Елочка спада. Ух ты. Вот это да. Красота. И снежочек еще идет. Класс. Надо это на этот самый, на постер поставить. Так, что-то у нас еще есть интересного. Елочка с подарочками прям вообще огнище. Книговичок находится. Прямо с душой сразу видно. Так, что тут у нас производится? Что-то производится. Так, здесь ничего нет. А что это такое тогда? А, снежки здесь делались. Нет, подожди. А вроде как елки отключили, нет? По-моему, елки вроде как отключились. Снежками, кстати, бомбить можно было, если я правильно помню. Я просто весь этот уэнд пропьянствовал, когда он проходил. Поэтому... Так, дайте мне пару сотен снежков. А что мне так глючит все интересно? Подожди, а как их кидать? И почему у меня вообще, кстати говоря, такая странная история здесь получилась? Так, а как кидать снежок тогда? Что-то я не понял. Или снежки куда-то заряжаются? Сжатые кристаллы, он, оксида, гидрогена. Видимо, они куда-то, наверное, заряжаются, судя по всему. Если я правильно понял. Так, ладно, здесь у нас елочки. Что-то такая синяя стена интересная. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, здесь у нас подарочки. Так, синяя стена. На нее можно залезть. Ну, по-моему, залезем. Явно нас приглашают совершить самоубийство. Без ранца... Блин, а как без ранца спускаться? Не, кроме шуток. Я всегда прыгал с ранцем. Чувствую, сейчас мы умрем. Я знаю точно наперед. Сегодня кто-нибудь убрет. Я знаю кто, я знаю как. Я не гадалка, я маяк. Высоковато. Так, и что у нас тут сверху? У-у-у-у. Так, сверху у нас... Вот это да. Вот это поляночка тут получилась. Так, а что внизу? А, внизу ничего. Так, внизу ничего. И сейчас, по всей видимости, мне придет кирды. Кайча такая. Там прям что-то есть. А если я спрыгну в воду, интересно, я разобьюсь? Надо проверить. Всегда будет интересно. Правда, если я спрыгну в воду, как я тут потом буду вылезать? А, ну, в принципе, до пляжа могу доплыть. Наверное. По крайней мере, чисто гипотически. Ну, давайте попробуем. Значит, ближе я подойти не могу. Плюх Хороший вообще Так, разбиться не разбились Так, пойдем теперь какую-нибудь железную дорогу и поезд найдем Так, а что там внизу, кстати? Ладно, пойдем доплывем до пляжа Я могу быстрее перемещаться здесь? Нет, быстрее я здесь, походу, не могу перемещаться Очень жаль Так, а я могу строить? Здесь, по-моему, вроде как должен быть включен этот самый режим креатива Сейчас мы пойдем, кстати, посмотрим, включен здесь режим креатива или нет Если включен, тогда мы можем сразу на поезде покататься Так, режим креатива Не понять, есть ли здесь режим креатива Сейчас возьмем и, по-моему, да, судя по всему, включен Да, отлично Значит, мы сейчас поставим себе мостик Сберемся наверх И покатаемся Тут, короче, вся фишка была, по-моему, как раз железной дороги Сейчас мы возьмем все передвижения Пу-пу-пу-пу-пу-пум Так, электровоз Вези меня, электровоз, свою страну электровозью Пойдем, посмотрим, что тут наваяли, ребята Я так понял, что здесь прям конкретно протянута двойная линия Чуть ли не через весь остров Ну что ж, заценим Так, я не понял, кстати, как переключать стрелки, находясь в поезде Мне тут написали, что это возможно Но я так и не дотумкнул, каким образом это возможно Короче, все мои варианты, которые были, не сработали А здесь, походу, немножко кривая рельса Потому что строилась от поворота Или, мне кажется С этими рельсами никогда непонятно Такое ощущение, что ее немножко уводит У меня такое было, когда я строил от поворота Вместо того, чтобы строить на прямом участке Хотя, может быть, мне кажется Блин, хоть получу тур по острову С нормальным количеством фпс Дайв Дышите глубже, пролетаем Сочи Диагональные переходы на угловых фундаментах Вот это да Я так не заморочусь, пожалуй Боюсь, у меня терпения не хватит На такие конструкции Так, ну я надеюсь, что здесь стрелки уже нормально настроены Потому что, опять же, как их переключать, я не знаю И мы едем просто тупо прямо А если был при жизни глуп Родишься Баубабом И будешь Баубабом тысячу лет, пока помрешь Так, там еще какая-то у нас штука Ладно, посмотрим, куда нас заведут эти рельсы Давно я, кстати, не был в этих краях Надо будет как-нибудь устроить тур по острову Ух ты А здесь хоть прикольно Смотрите По-моему, раньше здесь было гораздо проще Да, вот здесь вот кривовато рельсина получилась Короче, чтобы вот такого не было Надо строить прямой участок Прямо вот просто брать И строить прям прямо Тогда вот прокладывает Всегда идеально ровно А если строить от поворота И потом тянуть прямо То он делает вот оттуда Миллиметровые искажения Так, дышите глубже, пролетаем Сочи А уже более знакомые места Так, дышите глубже Ну, кстати, диагональные переходы мне нравятся Прямо прикольно получается Надо у себя, если заморочить, так же сделать Там же слизняк в воздухе висит, да? Ну что ж, это слизняки на танецной планете Еще не такое может быть О, прикольно Красота, смотрите, какая Вообще Рассветное солнышко Отражается в лучах Эти лучи Рассветного солнышка Отражаются в железной дороге Ой, скатик мой Любимый Как непривычно Видеть эти места без базы Где моя надстройка? Где мой уран? А мост, кстати говоря, очень сильно похож на мой Он немножко в другом месте расположен Вон там в расщельне уран, если кто не знает Там есть вход в пещеру Из которой можно откачать уран Но, с другой стороны, кто смотрит мой канал Вряд ли этого не знает Учитывая то, что у меня здесь огромная поляна С электростанциями стоит Блин, бои базы, дед Слушайте, так одиноко стало сейчас вообще Я смотрю на это И тут нет ни кусочка моей базы И одинокий скат летает в небеса Хотя, на самом деле, это нихрена не небеса Аж сердце сжалось Очень страшно Я боюсь, что я когда-нибудь загружу свой сейф А там такая же история и будет написано Мы обновили движок, поэтому начинайте все заодно Ваша команда разработки Субтитры сделал DimaTorzok Так, красный лесочек Так, куда он меня сейчас поведет? Ну, пойди он меня сейчас... А, нет, тут без вариантов, куда я меня поведет Мы отойти мы разогнались 230 км в час Так, ну и сейчас я, по идее, просто тупо развернусь Или что со мной сейчас произойдет? Ну, как любопытно Так, это разгрузочный-погрузочный блок Для этих самых поездов Из которого выходят конверные ленты И уходят дальше в хранилище Понятно Так, ладно У нас опять начала теряться скорость И мы стали немножко притормаживать Слушай, ну, прикольно Заготовка вообще огнище До дальнейшего Прямо из этого Можно наделать делов А я хочу попробовать Раз уж у нас тут такая халява по фпс-кам Так, сейчас стоять Я хочу попробовать По идее, каждый следующий поезд Должен давать дополнительное увеличение мощности В теории Я этого особо никогда не делал Но мы сейчас заодно и попробуем Раз уж у нас есть такая прекрасная возможность Потому что у меня бы это тормозило А здесь не тормозит Сейчас мы, значит, и протестируем Возьмем энное количество поездов И посмотрим, будет ли он быстрее разгоняться Или не будет Так, ну я думаю, что только хватит для тестов А почему я в последнем появился? Блин, я их потому что в другую сторону строил Ну, в принципе, ладкая разница Если у нас все построены в эту сторону А эти все не в другую То нам для тестов все равно этого хватит Не, походу ни хрена У них тяговая мощность для горки, короче, становится больше Но скорость больше не становится А жаль Кто-то, конечно, может сказать, что это потому, что у меня там один поезд в другую сторону направлен Но не, нифига Они и задом хорошо едут Короче, 120 км в час Это предельно, на что он может рассчитывать Без перепадов высот Мы сейчас потестируем еще скорость заезда на горки Идея, скорость заезда на горки должна быть выше За счет того, что поездов больше Ну, как бы это, в общем, весь профит Ну, что я могу сказать Эта железнодорожная система полностью готова в воду семафоров Если осталось только семафоры расставить И, в общем-то, можно спокойно пользоваться Вообще без вопросов Моя система железнодорожная к воду семафоров не готова вообще Не, слушайте, скорость все равно падает Это, кстати, очень странно Раньше необходимо было подцеплять больше поездов Для того, чтобы классно заезжать в горки Либо сейчас что-то поменялось Либо все-таки есть некий косяк Из-за того, что они у меня вот так вот сложены Ну, ладно, сейчас мы дойдем до какой-нибудь более-менее горочки побольше И там тогда мы затестируем окончательно Ну, работают они все Работают они все Здесь вообще никаких сомнений нет Так что Видимо, просто не так уж-то и мощно складываются Не так мощно складываются мощности Сатисфекторе без тормозов Как я скучал по ним Кстати говоря, на таких колбасах видно, как немножечко уходят рельсы Потому что передние вагоны чуть-чуть Передние поезда, вернее, чуть-чуть шатаются в процессе В этом нет ничего страшного Просто как наблюдение Так, а по-моему, тогда мы уехали Прямо, если меня не ошибается Если я не этот самый Не заблуждаюсь Так, значит, мы сейчас поедем по какой-то другой дорожке немножко Ну-ка, ну-ка Не, скорость зато не падает так сильно Чуть-чуть падает Но заезжает он гораздо увереннее в горку Не, тогда в плетский прок от них есть Вот такого количества Вот сейчас здесь как раз потестируем Да, до 109 упал И потом начала подниматься Не, хорош Так, мы поехали, да, сейчас другим путем, кстати говоря Теперь у нас транспортный узел через пустыню Ну, пустыня как была унылая, так и осталась Они, конечно, ее доработали Вот этот песочек переливается в барханчики Вот эти вот Стало, конечно, намного круче Но она все равно унылая Пустыня не мой выбор Мне кажется, я прям идеально попал По своему Своим вкусовым предпочтениям В первую локацию Там, где скатик летает Там прям вообще прикольно Во-первых, скатик Во-вторых, зелень кругом И расщельно с семрудой пауками Вообще халява просто Сколько же, дружище, ты это протягивал Там какой-то, по-моему, кусок призрака Призрачный полигончик висит Потому что явно с ним что-то не то Так, лази с водичкой И с лономухом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, скорость практически не теряется при заезде Надо будет потом посмотреть, сколько надо поездов Мне кажется, штуки 2-3 будет достаточно Может быть, даже 2 всего Ни хрена, в пустыне есть такое озеро Да, правда, оформлено, но что-то не очень Блин, ребята Ну вы же клокать сюда делали последний Ну почему? Почему на такое-то ебистое сделали Ну, еберный театр Так, и куда я отсюда вернусь? А я вернусь отсюда Это что сейчас было? Ну, допустим Так, ну и все Мы теперь возвращаемся назад О, сейчас, кстати, будет с горки Посмотрим, насколько разогнаться получится С таким составом 140 160 Так, 170 180 Хорош, давай Гони На 180, короче И падает Блин, жаль Маловат спуск получился Хотя скорость, кстати, неплохо поддерживает Падает на 1 километр в час Ну, так, за приличное время, кстати Но сейчас здесь не будет других перепадов И, к сожалению, все это дело у нас остановится А жаль Короче, за такую сеть по острову респект Я пока не готов делать настолько сложную систему Из двух рельс Чтоб она еще шла через весь остров Я буду делать только, если мне будет необходимо Если жизнь заоставит, короче, тогда и буду Ладно, сейчас у нас пойдет автосохранение Тогда на этом можно будет сделать И прерваться, я думаю Кстати, сколько автосохранений будет идти? О, неплохо Да Автосохранение такое даже можно переждать Ладно, спасибо, ребята, за внимание Можете написать, что вы думаете По поводу данной железнодорожной системы То есть, я так понимаю, что это заготовка Для, соответственно, дальнейшего подвоза ресурсов Куда бы то ни было Так что, по-моему, очень прикольно получилось Спасибо за внимание В следующей серии посмотрим Может быть, еще что-нибудь интересного Ребята пришлют Субтитры создавал DimaTorzok